МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, всем привет! Рассказывайте, без ложной скромности для вас этот результат ожидаемый? Да, мы работали, мы трудились, мы хотели реализовать, мы представляем свой город, свой район, свой округ, и мы получили то, что мы хотели. Да, все верно, все верно, да, но на самом деле уже давно в игре. В принципе, это результат, да, достаточно длительная работа. Да, заслуженный результат, на самом деле, потому что, не знаю, в принципе, заслуга, в первую очередь, наша. Наших учеников, ну, опять же, нашей команды, которые организовывают мероприятия. Вот, я думаю, в дальнейшем мы про это поговорим. Поэтому очень крутая, заслуженная победа, да. Но я так понимаю, что на этом конкурсе мы не только лучший район, да, Женя? Да. Есть еще другие номинации, где мы оказались лучшими. Удалось заполучить еще... Сейчас я буду хвастаться. Можно я тебя противостоять? Давай, давай, ты... Вот так будет честно. Так будет честно, Женя, если ты позволишь, Евгений, пожалуйста, если ты позволишь. Да, непосредственно заслуженно. И уже, я думаю, многие жители нашего округа Одинцовского видели Евгения. Он же МС Хайджек, ну, псевдоним, понятно, стал лучшим ведущим или министр оф церемонии, да, если по-английски говорят. Лучший ведущий, так что аплодисменты в студию, да. Я присоединюсь. Ребят, ну, давайте вот так немножко экскурсовую историю. Вот в общей сложности. Олег, сколько ты занимаешься танцами? Ой, я занимаюсь танцами очень давно, скажем так, наверное, года... Ну, с 98-го года, именно современными, если скажем так. До этого были народные в Доме культуры Горки-10. Вот, а за отдельное спасибо всем руководителям. Всем-всем-всем отдельно. Сумели заинтересовать так, что не отпускают. Да, сумели питать, питать, да. Потом, естественно, было после определенного клипа, да, думаю, всем известного, вы хотели пати. Да боги Крю, если кто не видел, то, пожалуйста, посмотрите. Бенни Бенасси, сфальшим. Вот, и я начал танцевать именно, ну, интересовался брейк-дансом, да, и сопутствующей всей культурой. Да, 22 года, наверное. Женя, а твой танцевальный стаж какой? Так, ну, около 20 лет, где-то, около 20 лет, где-то 2000-2002, наверное, осознание пришло. Явычок, да? Пришло, что вообще, чем я занимаюсь, что повлияло. Ну, я вообще сначала с граффити начал, потом только к танцам пришел, потому что узнал, что такое хип-хоп-культура и с чем она связана, что это диджеинг, эмсинг, брейкинг, что это все взаимосвязано. Ну, и все из-за девчонок, что, на дискотеках-то надо было выделяться. Вот весь мир, собственно, на это. Нет, на самом деле, нет, вот, Женя, ты закончил, да, дополни, конечно. Я не закончил, это заначил. Нет, в том плане, что, да, действительно, в первую очередь мы все хотели нравиться противоложному полу. То есть это вот нормальное желание, стремление. Нравились своего. Реально, на сердце, да, как бы, на сердце, да, вот так и есть. То есть ты хотел нравиться, чем-то выделиться, потому что если не получалось футбол или хоккей, так как у нас все-таки район более хоккейный, наверное, футбольный, ну, так себе, вот, простите меня, ребят, простите, ребят, простите, ребят, ну, нет, ну, я говорю именно в плане такого какого-то вот роста. Не, ну, хоккей сейчас, в принципе, очень популярный. Да, да, вот, да, безусловно, нравится девушкам, да, мы хотели. И все получилось. И все получилось. Это самое главное. Отдельный спасибо, любимый. И все получилось. Ребята, расскажите, пространство танца, что это за премия, откуда взялась, как вы оказались ее участниками? О, пространство танца, проект, в общем, ребята вышли на нас, говорят, так, вот, они со всем комьюнити общались, говорят, вот, у вас интересные проекты, то есть у нас есть Танец Фаблагова, у нас есть Реакция, Тимка, Олег, вот, представители, организаторы главные всего этого. И, конечно же, информация до них дошла, они говорят, ребят, давайте что-нибудь, повзаимодействуем, сделаем какую-то коллаборацию. Мы такие, окей, давайте, вот, мы предлагаем вот такие вам варианты развития. Как вы, как, как, что вы можете предложить, потому что у нас есть свой бэкграунд, у вас свой, и в итоге мы нашли какие-то точки соприкосновения и взаимодействия. И, итого, мы лучшие. Да, дополню немножко, Женя все правильно сказал, непосредственно, как мы с ними начали взаимодействовать. Ну, во-первых, ну, хочется сказать так, издревле, но на самом деле не издревле, ну, все знают, что Одинцовский район, да, у нас много мероприятий проходит, и до этого происходило, до этого проекта. И всегда на слуху было Одинцово, да, там, Дивижн, Горкин 10, Тимпарк, и все, да, район Одинцовский, о, да, движение, то есть постоянно какие-то фестивали, постоянно какие-то общения, привозы. В общем, давай уточним, что фестивали не местечковые, а, в общем-то, российского уровня. Ну, наверное, да. Международного даже. Да, международного уровня. Опыт есть. Конечно, международный опыт есть, да, иностранные гости даже были, ну, там, из Америки, из Бразилии, да, там, ну, вот, поэтому, ну, непосредственно, я расскажу про свой фестиваль «Реакция», да, непосредственно, уже в 19-м году, до всей этой истории с пандемией, да, у нас был 10-летний, вернее, мы планировали 10-летний юбилей на этот год. Вот, в том году мы провели 9-й фестиваль «Реакция», он уже международный набрал статус, и он приобрел, во-первых, расскажу вкратце, да, у нас там есть именно номинации, как для детей, как для подростков, да, и для профессионалов, чтобы все могли обменяться опытом на площадке и взаимодействовать. Также в том году, вот, ну, мы с Женей посоветовались, и мы сделали номинацию «Учитель и ученик». Это прошло очень круто, то есть, именно всестилевое, то есть, не только брейк, там было и хип-хоп, и паттинг, и локинг, и все сопутствующие стили. Вот, даже можно было выйти хоть в контемпорализ танцевать, ну, в смысле, главное, симпровизировать под музыку. Вот, и непосредственно «Реакция» — это уже такой знаковый бренд для нашего района, и, естественно, «Минкульт» это заметил, и так как мы сотрудничаем с Домом культуры «Горки-10», отдельное спасибо Александру Лизункову, который всегда наши все идеи поддерживает, и прям реально очень, прям радуется за наши все достижения, вот, это тоже его победа. И как раз вот он, в 10-е мы готовили юбилейный фестиваль, планировали, ну, все, ну, понятно, так, ну, думаем, все наладится, и мы сделаем в следующем году обязательно, все очень круто. Про «Танец во благо», я думаю, Женя расскажет. Давайте, да, Евгению передаем слово, Евгений. «Танец во благо», благотворительный проект, придумал, да, очень все просто, по сути, мы делаем танцевальный контент, да, то есть все, как обычно, только теперь мы всю монетизацию, которая есть, отправляем на нужды людям, которым нужно помочь. Сначала мы взаимодействовали с фондами, потом решили помогать точечно людям, ну, в нашем комьюнити непосредственно, кому нужна помощь. И в этом году, ну, точнее, в 2021 году мы решили пока перенести, потому что мы обычно делали под старый Новый год. Ну, да, это в январь как раз. Да, это, ну, и для нас удобно, ну, и для многих удобно, там очень интересная идея, то есть не просто вот вызывают имя, ты покажешь свой, или батл, да, то есть мы делали как дискотеку, и вот все танцуют, делают что хотят под хорошую музыку, зовем диджея именитого, и выбираем самых лучших, кто на дискотеке сел круче всех, а потом вот уже мы как раз переносимся в батл. Да, ну, надо дать должное, Женя, дополню, по поводу танцевого блага. В этом году у нас в январе, до всей этой истории, опять же, жизнь до, да, вот как сейчас могут говорить, но на самом деле мы помогли танцовщице Санкт-Петербурга, которая была больна раком, она мамочка, она выздоровела, очень приятно, что все вот так вот в нашем сообществе, то, чтобы зрители понимали, комьюнити – это, ну, сообщество, да, все правильно? Ну, это одно и то же слово. Ну, я просто говорю, чтобы было понятно более русские слова. Слушайте, вот вы говорите, да, сообщество, но вы, тем не менее, представитель, ну, грубо говоря, двух разных сообществ, а конкуренция есть какая-то между вами? Потому что так смотришь, вообще, как бы все хорошо, абсолютно нервно, что существует. Я ненавижу Олега. Кто тебя ненавидит? Ну, приходится, да. Нет, на самом деле… Все из-за денег. На самом деле, хорошо, когда есть здоровая конкуренция. Это двигатель, на самом деле, честно признаюсь, но у нас, так как Женя у нас больше ведущий, я больше как организатор, хотя Женя тоже организатор, на самом деле, мы много что делаем. У нас сосредоточено больше деятелей, да, больше деятелей, и суть в том, что мы, чтобы, скажем так, выжить и в целом плане что-то творить, надо объединяться как никогда, делать такие объединения, как сейчас можно говорить, там, конгломерат, там, что-то, сила, там, все дела. На самом деле, здоровая конкуренция, у Женя больше, там, в брейке ребята сильны, у меня, там, в хип-хопе, в других стилях, скажем так, в верхних стилях, да, чтобы зрителю было понятно. Но все в целом, когда происходит All-Styles баттлы, когда-то выиграют его ученики, когда-то мои ученики, то есть мы конкурируем, и это, ну, во-первых, все други, естественно, все дружат. Наша основная задача, чтобы все дружили, но на баттле это соперничество. Понятно, что нужно доказывать, кто сильнее. В общем, общаемся как можем, ну, на тренировках и на соревнованиях это одна история, сейчас в студии мы общаемся, это другая история. Но мы прекрасно понимаем, что нужно взаимодействовать вместе. Если хочешь идти далеко, идите вместе. Если хочешь идти быстро, иди один. Вот, Жень, ну, наверное, следующий вопрос тебе, да, как специалисту по брейкингу, как Олег сейчас сказал. Ну, смотри, о брейкинге, ну, говорим уже последние лет 20 точно, и популярность это направление не теряет. Как ты думаешь, почему? Все очень просто, это сложно. Если ты начинаешь тренировать брейкинг, то есть это, соответственно, сложнейшие элементы и гимнастики, и капуэры, и русских этнических танцев. То есть это такой суп из сложнейших движений. И ты столько времени это уделяешь, когда у тебя начинает получаться, ну, ты просто бросить не можешь, ну, я столько времени этому отдал, как это бросить? И поэтому он до сих пор жив, и он продолжает эволюционировать. И люди все время хотят что-то привнести туда, что-то придумать и интегрировать, да, какие-то свою специфику региона или специфику самого себя. Вот, например, если тебе нравится рисовать, то ты как-то преподнесешь это рисование, может, ты весь в краске обмажешься и будешь танцевать. То есть это уже будет все равно брейкинг. Да, простор для творчества. Огромный простор, просто гигантский. Ну и, ко всему прочему, теперь это еще и олимпийский вид спорта, правильно? Вот для вас это границы как-то открывает, расширяет, или, в принципе, вы как занимались, так и будете заниматься? По поводу олимпийского вида спорта, я считаю, что это потрясающе вообще. Мы начинали танцевать на арголите в подъезде, то есть у нас не было выбора, у нас был выбор арголит. Вот, музыку включил, все, наслаждайтесь процессом. А теперь у молодых ребят появилась возможность реализоваться, это, ну, я не знаю, это фантастика. Ну, если тебе нравится танцевать в подъезде, иди танцуй в подъезде, но если ты хочешь стать олимпийским чемпионом, выбор всегда, выбор за тобой. То есть и также для родителей, наверное, это поднимается. Это перспективы. Перспективы огромные, то есть ты можешь сделать спортивную карьеру, я об этом только мечтал. Ну, сейчас, ну, скажу за себя, то есть у меня больше тренерская деятельность, то есть с точки зрения там реализации на Олимпиаде, это сложно сейчас конкурировать с молодыми, потому что такие чудеса делают люди. Но ведь это же благодаря вам в том числе. И нам тоже, тут все работали, все вкладывали, все верили в идею, но никто не знал, что это произойдет. То есть, ну, мы как бы танцуем, потому что нам это нравится, мы в моменте находимся. А тут такой, о, прикольно, получилось, мы олимпийский вид, что теперь делать. И многие люди даже не понимают, что нужно делать, потому что это обрастает структура, это немножко другое, то есть должны быть документы, должны быть подтверждения. Страховка там получается, уже как спортсмен получается. Мы проводили, мы сделали в нашем городе, в нашем округе первые чемпионаты перенства, мы первые, кто выдали нашим ребятам спортивные разряды по брейкингу. И для нас это тоже был опыт, и взаимодействие там со спорткомитетами, с федерациями. То есть, мы такие, что, что это такое? То есть, для нас это новое, и это было интересно. Олег, я... Ну, мы теперь готовить олимпийских чемпионов, правильно? Ну, да, вот на самом деле, Жень, да, дополню. Получается, да, 16 февраля, опять же, жизнь до, я много про это буду говорить. На самом деле, мы провели чемпионат первенства нашего Одинцовского округа, мы попали в сетку мероприятий на целый год. И, опять же, говорю, слава всем богам, вселенной, что мы все это провели. Опять же, все вместе, да, были какие-то шероховатости, потому что у нас были очень сжатые сроки. Мы, конечно, хотели волейбольный. Я хочу отметить работу, ну, прям подчеркну, вот ребята из ОМЦ очень помогли, на самом деле. И еще про станцию танцев, то есть, вот это как раз взаимодействие. Да, я хотел про это так раз дополнить, Жень. Да, значит, отдельное спасибо Феде Харитонову, да, ОМЦ поддержали. Да, это правда. Мы в сжатые сроки смогли подготовить площадку Дома офицеров, да, вот так, да, вроде спорта, Дома офицеров. Но, тем не менее, мы все согласовали. Ну, Дома офицеров, это у нас вместо силы уже. Да, вместо силы, вместо концентрации. Холодные силы. Да, но на самом деле там быстро все так и сгенерировали, и площадку подготовили, и нашли раздевалки. Да, было прохладно для февраля, но, тем не менее, там еще было параллельно военное какое-то мероприятие. Вот, ну, это ладно, мы смогли, мы справились. Опять же, спасибо отдельно, скажем так, мы ходим в Федерацию Бридан сообщества Московской области. БСМО. БСМО, да. Отдельно спасибо Анатолию, он тоже причастен к этому, да, это председатель, президент, как мы называем его, вот, сообщество нашего. Анатолий наш президент. Да, наш президент, да, звучит, конечно. Ну, нет, Анатолий, все, отдельно спасибо всем ребятам, да. Непосредственно мы входим, мы представляем наш Одинцовский округ именно в этом сообществе. Мы сертифицированные, кстати, судьи по спортивному брейкингу, в том числе и я тоже. Третья категория. Третья категория. Кстати, 26 января, вот, совсем скоро мы будем подтверждать эту категорию и, возможно, улучшать. Надо закрепить результаты. Поэтому мы готовимся. И улучшить. Мы готовимся, потому что помимо теории надо сдать еще и практику. То есть ты должен станцевать, обязательно выход сделать по брейкингу. Не макарену там какую-то, а брейкингу. Вот, кстати говоря, кроме брейкинга, что сейчас у детей пользуются популярностью? Куда чаще всего идут? Ну, это я Олегу вопрос задам. На самом деле, да, как бы все сейчас, если это можно упоминать, но приложение ТикТок. Вот, я называю, настало время позитивно-фастфудных, отчасти каких-то веселых танцев. Нет, есть что-то хорошее, что-то заходит. Но уже это все как-то выглядит как-то так, прям 15 секунд, чух, пролетело. 15 секунд, чух, пролетело. То есть, ну, а тебе уже 65. Да, сейчас же дети говорят и мыслят вот этими роликами, короткими кадрами. Поэтому и даже мультики в нашем детстве были одни, а сейчас это клиповый вариант. Все меняется. Возможно, просто это новый какой-то виток, не знаю, развития регресса, прогресса. Не знаю, пока не понимаю. Но тоже пытался в этом всем разобраться. Даже завелся аккаунт, попытался. И сжег телефон. Ну, не получилось. На самом деле, ну, нужно быть в ногу со временем идти, безусловно. А ведь, как всегда говорится, да, культура должна быть свежей. Вот хип-хоп-культура должна быть всегда фреш. Как говорят иностранцы, по-русски свежей. И постоянно эволюционировать. То, что вот сейчас, опять же, как говори, про брейк эволюционирует. И уже нельзя говорить, что в хип-хоп-культуре только есть, там, ну, как вот выделяют все время. Изначально было это брейкинг, как танец, а сейчас в целом танец, дэнс. То есть, там и хип-хоп, и фанковый стиль, и паппинг-локинг, непосредственно, мой любимый стиль это паппинг, да, это зрители, я думаю, уже понимают, о чем разговор, благодаря другим проектам телевидения. Дети, непосредственно сейчас, ну, конечно же, это, наверное, вот эти всякие прикольные ролики, когда там вот эти движения, да, вирусные, я называю это вирусные движения. Сейчас вирусная, а еще иммунная. Да, да, ну, еще до появления. Да, очень модная. Я называл это вирусная, и даже, кстати, поначалу, когда слишком, вот, к примеру, я там отвлекусь на тренировки, они там раз, начинают это движение делать. Да, когда вот это движение руками, или вот это вот так стучишь, там, ну, это прям вообще это. Ну, флекс, ребят, давайте говорить, называть своими именами. Короче, это флекс, это круто, это модно. На самом деле, что-то отходит, что-то становится уже там непопулярным, но, тем не менее, да, когда я так отвлекался, ученики такие, хоп, начали делать все подряд, по голову, не знаю, как вирус, я думаю, что-то такое. Я хочу добавить, смотрите, это всегда на самом деле было, это называется социальные танцы, то есть до появления ТикТока и всех социальных медиа структур были простые социальные танцы. Макарена, что там еще? Ламбада. Ламбада, да, да. Ламбада, ого. Рок-н-ролл, буги-вуги, все это было. Но самое интересное в этом деле, где эти танцы сейчас? Их нет. И также, скорее всего, будет и с этим флексом, потому что это очень легко, это просто, это уходит. А вот брейкинг, ребята, до сих пор жив. И будет жить, и паббинг, и локинг, потому что это сложно. Да, потому что там есть фундаментальные основы, да, и когда ты уже, безусловно, из всего этого многообразия, сейчас же огромный поток информации идет, да, и на детей это прям вау, и они цепляют только то, что вспышки яркие, а уже вглубь, когда они начинают, ну это будут, опять же, единицы этих детей, да, вот даже я сам понимаю, что не все ученики станут профессиональными танцорами и все это родителям говорят. Ну и многие родители до развития, в общем-то, отдают. Да, да, для общего развития, да, для общего социализации даже больше, да, сейчас. И чтобы на дискотеке не было стыдно перед девушкой. Вот, именно, да, чтобы хоть более-менее мог познакомиться и в коллективе хотя бы мог начать общаться. Вот я даже иногда понимаю, что даже родители приводят, не все же сейчас в детский сад водят детей, и хотя бы, чтобы ребенок социализировался, чтобы через танец он хотя бы как-то начал общаться с противоположным полом. То есть, как бы, ну, вот это девочки. Держал социальную дистанцию. Да, 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 держал социальную дистанцию, да. Вот, поэтому как-то так, да Вот правильно же я сказал, про ламбаду, я помню Бум был, макарена, бум Потом еще до этого был бум социальный танец Мальки-хутят, был легендарный вообще Так мы у дома офицеров-то танцевали в детстве Вот, вот это вообще Социальный танец, бачат, латины Ты сыграл первые две ноты и все понимаешь, что делать Вот это круто А для возможности это просто именно по-новому Понимаете, это круто Этот open gangman style Правильно я сказал, да? Тоже бывает Что-то типа того Ну это нормально, это естественно Ребят, вот так давайте подытожим Какие планы у вас на ближайшее время Ну вот с учетом действующих мер, действующих ограничений К сожалению, наверное, сейчас так Все оглядываемся на это Смотрите, расскажу Когда все это произошло Вот, мы хотели доставить Карантинное время Что делать? Ну, занятия все мы прекратили Такую безопасность прежде всего Онлайн, ну лично я Я отказался от онлайн сразу Ну не то, что сложно, я просто не хочу Нужно взаимодействие в любом случае Нужно общение живое Это прям приоритетно Мы решили с ребятами сделать онлайн проект Intensive for you Бесплатно, просто, чтобы люди развлекались Чтобы они Не стал стелена Просто настроение поднять Ну не только им, но и себе Не будем врать, конечно Потому что нам тоже надо чем-то заниматься И это весело И чтобы, как говорится, не заржаветь Мы запустили проект Intensive for you Сделали аккаунт Еще подтянули ребят из Виталия Брейк Атлетикс Брейк Атлетикс? Нет, в общем, даже не напомню Получается, мы сделали формат прямых эфиров В Инстаграме Значит, в определенное время Мы выкладывали расписание заранее На день И ты мог подключиться От мал до велика Могли подключиться родители на растяжку Отдели, спасибо Ире Барановской Потом у нас был Виталий Брейк Атлетикс Из Венигорода Наш товарищ Очень хороший дружище Потом, значит, был По Капуэре, Жень, напомни Динку Дино, Дино Дино, Дино, Дино Дино, да Отдельно спасибо Голицына Никита Никита, спасибо отдельно Голицына Объединились Также ребята из Сибири Подтянулись по другим стилям В общем, отдельно всем спасибо Еще раз там прям огромный-огромный перечень Из Зеленограда То есть Подмосковья Хотя это отдельно Рай Москвы Но тем не менее Подмосковья, можно сказать Вот И получился очень достаточно интересно Информативно То бишь, было и жонглирование Было, то бишь, интересность То бишь, что прямо ты прилипаешь И прямо понимаешь Что ты получаешь какие-то новые интересные Я даже сам пробовал У меня что-то получается Не получается Как-то жонглирование Думаешь, что А потом как раз Интересно получилось И посуду разбил Повал Не, на самом деле, да Интересно Даже я с супругой своей занимался С Олей, да Мы прям вот Капуэре Даже прям в квартире раздымешь Диваны Капуэре Там что-то повторяли Прям все Очень интересно Потому что у нее больше В единоборствах было Ну, прошлое И она вот прям зацепила Ее Капуэре Ну, действительно было интересно Олега с прогиба украл Спасибо за Капуэре Да, и непосредственно Мы поняли, что мы несем Некую социальную ответственность Потому что, ну, в любом случае Мы как-то не можем без этого Потому что это часть наша Вот прям она превратилась уже Ну, как-то Хочешь себя проявить Там и я больше информатировал Да, там Про прямые эфиры Но мы вернемся к вопросу Что мы будем делать в будущем Да Это то, что мы делали А то, что будем Мы планируем точно Чемпионаты первенства Провести еще одно Чтобы Спортивные разряды по брейкингу Дат пока Ну, февраль-мар Да, мы сейчас и Ну, вечно вы нас пригласите Конечно Уже Явка обязательно Явка обязательно Спасибо Всегда рады Конечно, нам нужна поддержка Вас Информационная поддержка Вас А если еще Промо-ролик Который вот был Прошлогодний Точнее, этого года Пока 20-го Вы запустите Ну, мы, естественно Подготовим какой-то анонсик То вообще будет замечательно Получилось очень интересно Обязательно всех проинформируем Второе Танец во благо Это, скорее всего Май-июнь Это на летний период Когда, я думаю Это Зараза будет Поспокойней Мы хотим это сделать Мы хотим сделать добро Мы хотим сделать благо И мы это реализуем Что-то еще Реакция будет Реакция Да, реакция, конечно Конечно же Мы планируем Ее, безусловно Десятый юбилейный Опять же В каком формате Разрешит Тут время пока Руководство Да И также Я хочу рассказать Про другой онлайн проект Который мы делали Вот сейчас получился Больше он ориентирован На танцоров Фанковых стилей Это Паппинг-локинг Но здесь мы брали Именно паппинг То бишь Мы делали Опять же Для России и СНГ Конкурент Онлайн Да То бишь Подтянулись ребята Из Перми Из Воронежа Из других городов Из Китая Даже был участник Из Китая Который сейчас живет В Белоруссии Да И получился Очень интересно Каждый день Было каким-то Неким вызовом Челлендж Как сейчас модно Говорит Фанки челлендж Мы называли Был допустим День вейвинга По волнам танцевать По роботу И поэтому Он сейчас Недавно закончился Поэтому В принципе Это тоже вызвало Большое резонанс Действительно Люди снимали Видео Готовились И прямо Победил конечно Сильнейший приз Был записан трек От Айзека В общем победил парень Из Челябинска Опять же Вот видите Как география То есть казалось бы Онлайн вся эта история Она дала Именно Некий другой Подход ко всему Границ она однозначно Расширена И даже если ты вот Этих людей Условно там Никогда в жизни Может быть и не увидел Потому что у них Условно средств нет Приехать Тоже самое в Москву даже Но тем не менее Они могут себя проявить И показать себя в творчестве По поводу онлайна Женя рассказал Что на карантине Я попытался сделать И в принципе Что-то получилось Что-то нет Но все родители Ну через Zoom заниматься С детьми Конечно же Хорошо было заниматься С теми Кто уже у тебя занимался С новичками тяжело Но тем не менее Кстати Отмечу Что были те дети Которые боятся танцевать Именно живьем Ну в смысле Как в зале Когда мы занимаемся По другому раскрылись То есть здесь Дома и стена помогает Дома Там кошечка пробежала И даже лучше затанцевали Особенно девочки Кстати не знаю Почему с этим это было связано Видимо более такая стеснительность Они раскрываются И вот прямо Я удивился Допустим Девочка у нас получила Разряд спортивный 16 февраля Она еще больше Улучшила свои навыки То есть при мальчишке Может она где-то стесняется С себя проявить Она улучшила свои навыки И это прям очень Прям очень зашло Прям очень понравилось Интересно Да По поводу Тоже вот Что будет в будущем В будущем безусловно Мы надеемся конечно Что у нас Во-первых Я Так как наступает Год БК Я очень надеюсь Скажем так Мы взяли некую паузу С Тимкой Фестивалем Он был чисто московский Мы отметили 15-летний юбилей В 2018 году Еще вообще До-до-до Всех историй Потом естественно По спонсорской поддержке И вот возвращаясь К разговору По поводу Сталка до Брекинг Спортивным Женю тоже дополню Что это Может принести Какие-то возможно Спонсорские истории Я очень надеюсь Естественно Все Мы все надеемся Дай бог Все сложится И безусловно Те фестивали Которые мы организовываем Они будут организовываться Никто Как говорится Underground Никуда не денется Как вот Сейчас модно говорить Но тем не менее Будет и Спортивная составляющая Безусловно Опять же Тоже Мои ученики Как и Женина Получили спортивные разряды Это их мотивирует Вот Я очень надеюсь Конечно же Провести Уже в новом ДК Который строится Опять же Один спасибо Администрации Нашего округа В Док Горках 10 Строится новый Дом культуры Который мы очень ждали Еще ждал Я наверное лет с 5 Может с 6 И наконец Наконец Спасибо В Одинцово мы все еще ждем Кстати Да В Одинцово пока еще ждут У нас есть Дома офицеров У нас есть Дома офицеров И были более Только это властика У вас есть У вас есть Дома офицеров У вас есть А Дом культуры нет Все впереди Только солнечный Конечно Ребят Я вам желаю новых успехов Новых побед Спасибо большое Что пришли к нам сегодня в студию Спасибо всем Кто провел свое свободное время Вместе с нами Мне кажется Тут еще осталось призвать Только танцуйте Не останавливайтесь Да И можно дополнить Евгений Спасибо вам Что пригласили нас И помните Одно Уважаемые ваши телезрители Что следите за информацией Мы всех всегда рады видеть Очень рады Всем От мал до велика И помните Что движение Пророждает настроение Ребят Я вам желаю новых побед А зрителей Призываю Не останавливаться И танцевать В любой непонятной ситуации Спасибо Что провели свое время вместе с нами До новых встреч на ОТВ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok